Количество заразившихся COVID-19 растет. Это, в свою очередь, увеличивает число запросов о COVID-19 в поисковых системах. А получить достоверную информацию не так-то просто. Каким должен быть алгоритм действий при заражении коронавирусом, выясняла наш корреспондент. Первичным пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии или коронавирусом, а также тем, кто получил положительный результат теста на COVID-19, необходимо обращаться в Центре амбулаторной помощи. Это касается тех, кто до этого не обращался в поликлинику и по состоянию здоровья может приехать в Центр. Врачи ведут прием, они осматривают пациентов, назначают лечение, назначают мазки из зева и носа на COVID-19 методом ПЦР. При необходимости назначают, и если есть объективные данные, которые не исключают наличие пневмонии, мы назначаем на компьютерную томографию органов грудной клетки. Также те пациенты, которые нуждаются в лекарственном обеспечении, мы выдаем лекарства. Медицинскую помощь здесь оказывают исключительно по записи. Для этого необходимо позвонить в регистратуру или по номеру 122, а также записаться на портале госуслуг. После посещения ЦАПа пациент должен обратиться в поликлинику по месту жительства. Однако напомним, что пациенты с подтвержденным коронавирусом не должны выходить из дома. Ведь такой человек может стать источником распространения инфекции. Поэтому необходимо вызвать врача на дом. Всем пациентам с симптомами ОРВИ мы берем мазки. Мазки мы берем с 7 утра, пока еще поликлиника не полна пациентов, для того, чтобы не было переплетения потоков. Но если у человека высокая температура, мы выезжаем на дому и берем мазки пациентам с ОРВИ тоже. То есть мы стараемся, чтобы помощь пациентам осуществлялась больше на дому. Но не везде все так хорошо. Бывают случаи, когда прием ведется сразу всех пациентов вместе. В одной очереди смешиваются, например, люди с ОРВИ вместе с больными коронавируса. Также до конца непонятно, что делать людям, которые проживают с ковидными. Теоретически Роспотребнадзор должен выдавать предписания и направлять их в медицинское учреждение. Сначала мы получаем информацию о положительных результатах на новую коронавирусную инфекцию. Созваниваемся с лицом, у которого выявлен положительный результат. Опрашиваем его, где он работает, круг контактных лиц, которые проживают совместно с ним. И эту информацию о контактных мы направляем в медицинскую организацию в виде предписания. Далеко не все родственники получают предписания. Некоторые попросту не доходят. Поэтому людям иногда приходится идти в отпуск за свой счет или брать отгулы, теряя при этом деньги. Либо некоторые просто не сообщают своим работодателям о том, что они проживают с больным человеком. Отметим, что за последние сутки в Тверской области подтверждено 332 новых случаях заболевания COVID-19.